я ем вишни такие у нас бразильские вишни называется а кенгуру ест остатки зернышек которыми я кормлю и иксии уже съел в общем то пустая полянка осталась только мусор из клетки валяется там позади него но это такие маленькие кенгуру у нас они называются вологи не боится прискакал ты опять мою орхидею там свалил а у него дорожка есть там специальная где у меня большие орхидеи стоят горшках он обязательно одну свалит вообще-то не он это она мама у нее до сих пор карман висит ну как жизнь как жизнь кенгуру у нее двое деток было уже скачут где-то выросли а вот вишни какие интересные это супер во первых они почему-то перченые вот они сладко кислые где-то тебя видела вот это наши местные пчелки австралийские так выглядят как мушки такие маленькие во вторых косточки они имеют все разные у некоторых вообще косточки нет у некоторых ну немножко тверденькая но тоже в общем-то мягкая ни одна а две например может быть это они еще зеленые вкусные они немножко горчат но они сладко кислые и еще и перченые вот что интересно разочаровался кенгуру не осталось зернышек больше я всегда что дикси роняет в поддон приношу сюда на лужайку тут выбрасываю и кенгуру и птицы съедают и мусор и и выбрасываю вот дикси собственной пептоной вот так она может голосить вот это ее соло концерт просто уши закладывает когда она орет орет она когда слышит других гола и переговаривается с ними на расстоянии мы с ней тут пасем троица такая нас тут пасется только майла не хватает такая погода хорошая какая хорошая погода в предвкушении дождя обещает дождь ну ты кенгуру не боишься нет наверное нет наверное это для нее образ не опасного зверя сошла прямо туда ты куда ушла пошла и пошла и пошла ой какие красивые эти цветущие кусты как-то внимание ходишь не обращаешь такие цветочки они маленькие но когда их много-много то красиво куда пошла ходяйка кенгуру уже настолько привык привыкла эта самка ничего не боится нет но если я буду идти в ее направлении то бежит она конечно ускачет вернее они ходить не умеют такие красивые кусты там такой куст и соседского дома видно не было стрелиться огромная росла и другие деревья кусты а вот теперь как на ладони и они на нас смотрят и мы на них вот ну что хорошего что вообще какой-то больной на голову человек я посадила маленькие деревца там сейчас покажу мы посадили мы посадили у нас есть такая электрическая копалка вот эта акация пусть растет она будет большая такая побольше вырастет эвкалипт большой тут растет огромный-огромный и айскрим чили мы посадили потому что у нас их завались маленьких там растет вот мы посадили вот это дерево но листья все отсушила но растет из-под низу так что она будет расти и бутыл браш посадили пересадили просто с одного места другое и вот тут еще один айскрим три вот листики такие коричневые красивенькие камень и мужика он отрастет типа орхидейного дерева только куст это да у него вот растет на границе там камни 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 это мы садили деревом когда она вырастет вот еще одно айскрим 3 тоже когда вырастет вот акации они считаются недолговечными 10 лет только живут но это но это не всегда правда там попросились к нам попросились друзья детей друзья места то нет участке маленькие попросились поставить какие-то в мечтах которые будут отремонтированы старые машины полуржавые знаете старинные такие сейчас мода всегда была мода на реставрированные машины и вот это айскрим 3 тоже я посадила года наверно два тому назад может немножко больше и какое оно уже большое красивенные разлапистые деревья растут какие красивые листья будем ждать там манго растет так это все попросились попросились и там тоже попросились поставить там всякие свои триллеры триллесс да этом академия нац академия ой я слышу змею зашуршала может быть blue tongue я слышала я знаю как они звучат да вот орешки растут макадемия нац вот они они такие твердые их не разобьешь манго в этом году очень мало вот в прошлом году было много в этом мало вообще на этом дереве даже не вижу тема и дикси там ходит он далеко далеко не так уж и далеко бассейн бассейн у нас в астралии должны быть ограждены по правилам каждом каждом дворе чтобы не тонули дети а тут у нас вот такой вот дикий уголочек свой собственный такой болотце там лягушки поет по ночам очень громко поют растут всякие болотистые растения дикси дикси стой вернись дикси вернись иди домой носится как у горилла каждый день я ее выпускаю и она гуляет по лужайкам толстенькая такая что поделаешь ну вот клеточное существо но такое почему-то становятся толстенькими со временем я туда никуда не ушла кенгуриха имею ввиду людей бывают разные питомцы домашние правильно а вот у наших соседей вот такой домашний питомец это любимица семьи ее зовут пичис персики персики имечка такой персик такой персик килограммов двести наверное вот экран как-то уменьшает она такая огромная это такая счастливая морда пить и ой ой такая свинюха такая свинюха ох и повезло тебе свинюха питается она фруктами исключительно потому что хозяева имеют фруктово-овощной магазин кормят ты его ритфу ты и из но на новую дверь за и мембар депрессит вот когда мы считаем что ей нужно подстричь ногти пичи тебе нужно к маникюрщицу сходить ты знаешь и причёску сделать пичи сниф-сниф юван лаки припси слипин сип рублей хитикут дина юван лаки пик точно повезло мы думаем что ей очень повезло ее растят не для мяса понятно всем а как домашнего питомца с маленького поросеночка скажи что вы мне принесли почему-нибудь не принесли смайл это файн сам вид оси дэдэ из this with вот этот сорняк который вьется это любимая еда свиньи или или лошадки она нашла этот листочек маленький что муж оторвал и съела его вау бедняга она очень толстая очень тяжелая она не любит двигаться конечно по этой причине ох какая она громадина какая громадина да они и моют из шланга любят ее ну а что на что делать а вот будет сила в стоит вот она что любит сорняки вот такие мои ненавистные такая красота такая красота тебе бы на диету на такую сорнячную бы посадить никаких никаких фруктов не давать может похудела бы на сорняках конечно любой похудел бы у них там есть понт такой прудик она там купается поэтому она такая чистая потому что она там любит лежать такая смешная какая дома когда из амстердама ты все съела надо не найти сорняк приличный еще у них раньше были пони они просто один за другим умерли от старости очень долго были пони сейчас нет ни одного так привыкла видеть лошадей в этом дворе у маленьких лошадок больше нет вот свинка только но она наверно не такая старая ей года может четыре или пять еще у них есть собаки были раньше гуси но что то там леса их загрызла люди держат не для еды животных в австралии никогда не слышала чтоб для еды но может быть для яиц кур держат конечно же